Полароид это технология, при которой готовый отпечаток определенного формата появляется уже через несколько минут после нажатия кнопки фотоаппарата. Каждый полароидный снимок уникален, его нельзя повторить. Сегодня с развитием цифровых технологий возможность мгновенно запечатлеть момент и сразу же получить результат не кажется столь удивительной, как в 1950-е годы. Но тогда, по общепринятой легенде, идея аппарата, создающего моментальные снимки, пришла как-то в голову трехлетней девочки, которая захотела увидеть снимок сразу после того, как ее сфотографировали, и стала спрашивать, почему это невозможно. Вероятно, многим детям приходил в голову этот вопрос. Но только американец Эдвин Лэнд оказался не только способным ответить на него своей дочери, но и создать такой механизм, который до сих пор не кажется старомодным, несмотря на возможности цифровых технологий. Лэнд, который давно занимался проблемой поляризации света, основал компанию Полароид и разрабатывал не только линзы для фотоаппаратов и оптику солнцезащитных очков, но и устройства для воздушной разведки и самонаводящихся снарядов. В 1947 году Эдвин Лэнд представил первую модель аппарата моментальной фотографии, где пленка после экспозиции прокатывалась между специальными валиками, с помощью которых на нее наносились реактивы для проявки и закрепления изображения. Таким образом, она уже была готова для печати. Изобретение было удобным и легким в обращении. Новый аппарат Лэнд 95 уже на следующий год появился в продаже по цене 89 долларов 75 центов, то есть был ориентирован на потребителей среднего класса. Небольшие цветные картинки моментально покорили многих. Кстати, существуют и черно-белые полароиды. Из-за плотности карточки и уже забытого трепетного отношения к малому формату они напоминают старые дагеротипы. Хотя, конечно, полароид был ценен именно своей динамичностью, способностью выхватывать кусочки жизни даже неформальной. Популярность полароидных снимков даже сформировала особый стереотипный образ 60-х. Кажется, что любой интурист владел этим волшебным аппаратом. Классическим жанром полароидных снимков остаются, конечно, сюжетные сценки. Необходимо понимать, что одной из особенностей полароидной фотографии является тот факт, что порой очень трудно определить, кто ее создал. Профессиональный фотограф или просто любитель. Стандартный полароидный отпечаток небольшого формата и оттого кажется очень личным. Картинка зависит лишь от взгляда, света и одного нажатия кнопки. Основатель полароид Эдвин Лэнд, несмотря даже на то, что главными покупателями его изобретения стали американские туристы, хотел заинтересовать новой технологии именитых художников и фотографов. Он просто мечтал войти в историю вместе с Даггером и братьями Люмьер и не только как изобретатель. Полароидные отпечатки должны были попасть в историю искусства. В голову Лэнда пришла блестящая идея – пригласить знаменитых фотографов воспользоваться его изобретением. Впоследствии он помогал многим из них устраивать выставки, покупал работы. Например, были приобретены снимки великого американского художника Энди Уорхола, фотографа так называемой прямой фотографии Эдварда Уэстона, а также французского фотографа Жизель Фройнд. Первым на призыв Лэнда откликнулся пейзажист Энсел Адамс. Он не только тестировал возможности фотоаппаратов, но и помогал в формировании коллекции компаний. Для некоторых фотографов работа с Полароид так и осталась любопытным опытом, но не для Адамса. Он не только полюбил новую технологию, но даже написал книгу, руководство для пользователей Полароид Мэнниал Лэнд Фотографии. Уже с конца 50-х начинает формироваться знаменитая Полароид Фотографии Коллекшн. Уникальное собрание отпечатков, которые, как уже говорилось, существовали только в единственном экземпляре. Сегодня эта коллекция почти полностью вошла в собрание фотографий Остлихт в Вене. Позже коллекцию Полароидов начал собирать Нью-Йоркский музей современного искусства The Museum of Modern Art. И это, безусловно, сыграло свою роль в установлении статуса Полароида. С 50-х годов Энсел Истон Адамс стал известен своими поразительными черно-белыми изображениями американского Запада. В молодости страстный альпинист, став защитником природы, Адамс документирует величие национальных парков, которые не испытали человеческого вторжения. Монументальные изображения Адамса стали впоследствии использоваться для продвижения идеи Сиреклаб и зарождающегося экологического движения. По иронии судьбы, прадед Адамса основал и построил процветающий лесопромышленный бизнес, который, однако, не пережил кризис. Работы Адамса – это не просто изображения девственной природы. Они представляют эпические пейзажные поэмы Америки. Пик продуктивности и работоспособности фотографа пришелся на период с 1929 по 1942 год. Это было время профессиональных экспериментов. Фотографии Адамса всегда тяготеют крупному формату, продиктованному монументальностью задачи. Хребет Титон и река Снэйк вошла в число 116 работ, отобранных для занесения на золотую пластинку Вояджера с целью представить внеземным цивилизациям информацию о природе и геологии Земли. Сегодня в мировой истории фотографии нет более знаменитого пейзажиста, чем Энсел Адамс. Его имя известно каждому фотографу, а знаменитая шкала служит верой и правдой вот уже много лет. Освещенность любого объекта разбивается на 10 зон от самого темного до самого светлого тона, и переход от зоны к зоне соответствует одной ступени экспозиции. Он говорил так, осветление снимка и его затемнение – это те шаги, которые нужно делать, исправляя ошибки Бога в отношении яркости. И вдруг решение работать с полароидом. Маленькие пейзажи и почти никакой возможности держать под контролем или исправлять. По утверждению исследователей творчества, он проводил от 8 до 10 часов в своей фотостудии, доводя изображение до совершенства. Осветлял и затемнял отдельные части негатива. Ретушировал и кадрировал для достижения нужного эффекта. На долю этого процесса приходилось до 40 процентов от всей работы с изображением. Сегодня фотошоп стал бы для Адамса лучшим инструментом. Его синтетические фотографии, доведенные до абсолюта, помимо технического совершенства, в равной степени способны выражать эмоции и красоту. А его отношения с цветом можно назвать сложными. Фактически Энсел работал в цвете, но почти все его работы оставались по сути черно-белыми. А маленькие полароидные карточки большими и эпическими. И в этом его секрет.